В Новосибирской области выбрали казачьего атамана. Мандат доверия на пять лет получил ныне действующий руководитель Алексей Харитонов. Затем, как прошел большой отчет на выборный круг, наблюдал Константин Клещин. Набившая оскомину пандемия в данном этнокультурном случае даже помощник. Казаки съезд проводят на природе, стилизованный хутор, ближе к корням. У предков, что осваивали Сибирь, залов с креслами не было. Зато правила проведения круга существуют испокон веку. Здесь все, невзирая на звание, равны. И батька атаман слагает полномочия, чтобы быть как все. У нас, у русских, всегда была такая традиция, были традиции народного веча. А у казачества атаман выбирается, и атаман, когда выбранный, он получает абсолютную власть над казаками. Это удивительное свойство казачества, способность к самоорганизации. Именно так казачество выражает свое одобрение. Почти единогласно возвращают Алексею Харитонову символы власти, булаву и печать. Для казаков в этом году исторический перелом. Поправки в Конституцию усиливают роль служивых людей. Сейчас президентам принято решение и указом от 9 августа утверждена стратегия до 30-го года. И, конечно же, все смотрят прежде всего о выстраивании отношений между органами исполнительной власти и казачеством. И главный вопрос, как использовать эту силу казаков. Например, в этом году они получили хороший опыт патрулирования мест Нереста на Чановской озерной системе. Перспективной может быть и охрана лесов в Сибири. И, конечно, тема воспитания молодежи, подготовки кадров. Нужно будет разработать механизмы реализации федерального закона 154 о государственной службе. Подготовить нормативные документы с тем, чтобы именно наше воспитание кадетское, клубное, которое мы ведем с детьми, дети профориентировались, поступали в необходимые учебные заведения. И после их окончания приходили служить сибирское казачьего войска. У казаков Новосибирской области, как реестровых, государственных, так и общественных, нет сомнения, планы реализуют. Их поддерживает правительство региона, Министерство региональной политики. И сейчас стоит вопрос о статусе культурно-просветительского центра. Сейчас есть истоки этого центра. То есть есть уже помещения, есть люди, есть коллективы. В планах у нас развитие этого культурного центра. Это хороший почин к круглой дате. В этом году 30 лет возрождению казачества в Новосибирской области. А сам круг открыли день в день с важной, хоть и не круглой датой, начало похода Ермака в Сибирь. Константин Клещин, Андрей Руднев, Новости ОТС.